Девушки отдыхают В это время заплетающейся походкой к ней подошел Башаров. Крики, ругань и в следующий момент. Знаменитые люди, чей образ вызывал интерес у миллионов. Их сумасшедшие страсти. Личный демон, борьба с которым хранилась в тайне. Война, в которой выиграть невозможно. Это кадры судебного заседания, где рассматривалась апелляция Марата Башарова. Его лишили водительских прав на 20 месяцев. И актер хотел это оспорить. Я просто прошу суд, чтобы отнесся как-то к этой ситуации повнимательнее. Потому что передвигаться по городу Москве нужно. И нужно будет больше и чаще. Актера остановили сотрудники ГИБДД и предложили подышать в трубочку. Казалось бы, обычная ситуация. Но Башаров отказался и устроил грандиозный скандал. Он стал выкрикивать стандартную фразу современных знаменитостей. Да вы знаете, кто я! Полицейские знали. Но это не помешало им изъять у агрессивной звезды права. Меня лишали прав за вождение в трезвом виде. Я выпил, у меня показал прибор 0,3 промилле. Это бокал вина. Ну, я вот, к сожалению, да. Я сказал, ну что, да, я виноват. Я готов за это отвечать. Полтора года я был без прав. И многие потом обращались как бы обжаловать. Но он принял, что обжалованный подержит. Конечно, Башаров не первый и не последний актер, который оказался в такой ситуации. В 2016 году Валерий Николаев также лишился прав и даже оказался под арестом. В последнее время менты мне все время говорят, что я неадекватный. И неудивительно, актер протаранил несколько машин в центре Москвы, сбил старушку на переходе и наехал на полицейских. Причем в буквальном смысле. В отношении подозреваемого составлен административный протокол за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Материалы проверки направлены в Следственный комитет для принятия процессуального решения. Из-за этого скандала Николаев лишился работы. С того момента у Валерия ни одной заметной роли. Валера, да дай бог, чтобы у него все нормализовалось. Дай бог, чтобы он опять вернулся в профессию по полной программе. Потому что человек талантливейший, человек и в театре, и в кино много чего делавший. Актер чуть не лишился и жены. Правда, его супруга, гимнастка Эльмира Земского, в итоге простила непутевого мужа. По сравнению с Николаевым, Башаров отделался довольно легко. Хотя права ему тогда так и не вернули. Это был, наверное, единственный случай, когда актер был наказан за свое поведение. Башаров привык, что все сходит ему с рук, что бы он ни делал. Хотя перед законом все равны. Первое жирное пятно на репутации, которое отмыть невозможно, появилось в октябре 2014 года. Башаров тогда мог легко получить реальный тюремный срок. Если бы такая задача перед нами была поставлена, то, поверьте, для этого основания были. Марат Башаров и Екатерина Архарова поженились спустя всего лишь три месяца после знакомства. Вчера нет невесты, сегодня она вдруг появилась. Это же может удивить как-то человека. Они познакомились, когда Катя пришла на спектакль «Жениться вам надо, барин». Об этой постановке говорила вся Москва. Марат был на сцене неподражаем. Делать весь вечер, как в ночь переспать. А может в старай и кобылу? Много было хулиганства такого хорошего, капустника такого театрального. И все время импровизировали мы, особенно с Маратом. Архарова была с подругой, которая знала Башарова. После спектакля девушки зашли к актеру за кулисы. У Мараты с Катей сразу нашлись общие темы для разговора. Ведь Архарова тоже актриса, хоть и снималась немного, и в основном в Италии. Там она жила несколько лет. Я предложил поехать поужинать, потом она пригласила меня на чашечку кофе. И сутки мы с ней сидели на кухне и разговаривали. Ровно сутки. У нас не было даже ни поцелуя, у нас ничего не было. Мы просто сидели, разговаривали, рассказывали друг другу про свою жизнь. И 9 марта я сделал ей предложение, и она согласилась. Бракосочетание состоялось уже 1 июня. Новоиспеченные супруги закатили шикарную свадьбу. Было все красиво, на пруду, по загородам накрыто. Хороший ресторан, там привезли шатер, все накрыли столы. Все на берегу реки, там это вот такая арка красивая. После такой скоропалительной свадьбы многие говорили и о пиаре, и о расчете. Но посмотрите на эти кадры. А то съемки супругов сразу после свадьбы. Тогда они реально светились от счастья. Вот как Марат рассуждал о том, к чему он допускает свою жену. К стирке, к глажке, к уборке, к воспитанию детей. Ух ты! К массажам мужу по утрам и вечерам. К... Давай, 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 сразу, чтобы я знала. К сексу. Ну, к... К обязанностям. Ну, ничего себе. В принципе, все. Но уже через 4 месяца красивая сказка закончилась в один момент. Я могу сказать точно, любой мужчина способен ударить женщину, любой. Даже довести может. Есть такое понятие, как состояние аффекта. Телеведущая Исваха Роза Сибитова тоже знает, что такое быть избитой мужем. А ведь знала, что он не раз поднимал на женщину руку. Я сама была предупреждена своим бывшим супругом о том, что он бил своих женщин. Я почему-то себе придумала, решила, что я такая вот умная, ко всему приспособленная, и что я не дам повода мужчине избивать себя. Так и повода не надо было, потому что у него это закономерная привычка. Он это делает, он по-другому не умеет выяснять отношения, в общем-то. Поклонники и коллеги актера поделились на два лагеря. Одна часть накинулась на Башарова с обвинениями, другая пыталась защитить актера. Мол, неизвестно еще, что там на самом деле произошло. Бывают моменты, когда ты хочешь превратиться в Халка, просто взять, так немножко встряхнуть и поставить на место. Это как бы, ну, желание любого мужчины и женщины точно так же, мне кажется, иногда хочется сделать так. Это нормально. Вообще в любом конфликте, я знаю одно, в любом конфликте обоюдно виноватого одного не бывает. Всегда это двое. Если бы дело дошло до суда, Марату Башарову грозил бы вполне реальный тюремный срок. До пяти лет лишения свободы. Но Екатерина Архарова пожалела мужа. Она не стала подавать заявление в полицию. Я была юристом. И я предлагала продолжить уголовное преследование и довести дело до конца. Катя его пожалела. Я считаю зря. Чаще всего, когда проходит, например, три года исковой давности, мужчина, понимая, что больше нет никакой опасности, начинает говорить о том, что это был просто пиар, что это была неправда, и вести себя по-свински. Поэтому я считаю, что если вы вообще начинаете какую-то работу, не бойтесь доводить ее до конца. Екатерина Архарова хотела только одного – чтобы муж извинился перед ней. Я ему с самого начала говорил, что если вы принесете публичные извинения, это вам прибавит симпатии зрительниц, поскольку вы такой брутальный мужчина, и брутальный мужчина, и настоящий джентльмен. Он именно отличается тем, что может признать свои ошибки. Свои ошибки Башаров признал только через два месяца после скандала. Он извинился перед женой в эфире одной из телепрограмм. Катя, я хочу попросить тебя прощения за все то, что между нами было, и хочу попросить тебя прощения за то, что я где-то не оправдал твоих надежд. Прости меня еще раз, пожалуйста. Эта передача была посвящена проекту «Ледниковый период», участником которого был и Марат Башаров. На съемках присутствовала Татьяна Тарасова. Именно она припомнила Марату его рукоприкладство и заставила извиниться перед женой. В свое время Башаров был главным любимчиком Тарасовой на «Ледовом проекте». У них с Таней были очень хорошие номера, и они здорово катались. Конечно, там главная скрипка была Таня, Навка, но они очень хорошо катались. У них были просто сенсационные номера. Но сегодня прославленный тренер и слышать ничего не хочет об Ашарове. Она так и не простила ему тот приступ гнева. Я не хочу, сказала, об этом говорить. В эфире Марат говорил, что готов помириться с женой и все начать сначала. Но для Архаровой все мосты уже были сожжены. Она подала на развод. И они разошлись, каждый, по своим сторонам, в том статусе, в котором они были до этого. Сегодня Екатерина Архарова интервью про Марата Башарова не дает. Она вышла замуж за ресторатора Артема Ильясова. И недавно впервые стала мамой. «У меня новая жизнь», – говорит актриса. Про свой брак с Башаровым вспоминать не хочет. Сам же актер после развода довольно быстро закрутил новый роман. Со своей поклонницей Елизаветой Шевырковой. Казалось, это были идеальные отношения. Никаких скандалов и драк. На всех фотографиях счастливые лица влюбленных. Но, как выяснилось позже, это только казалось. «Я ухожу», – кричала Елизавета Шевыркова Марату, «собирая вещи». «И сына забираю». Башаров пытался остановить жену, схватить ее за руку. Но Лиза продолжала кричать, что больше так жить невозможно. Крики, ругань, обвинения в пьянстве. И в следующий момент. Зимой 2018 года Елизавета попала в больницу с ушибами и сломанным носом. В отличие от Архаровой, она не выложила свои фотографии в сеть. А вот справка, выданная Лизе, которая подтверждает перелом носа. Башаров взялся за старое. Жизнь его ничему не учит, возмущались люди. Я считаю, что история понятия «простить» в случае с человеком, который системно позволяет себе поднимать руку на ребенка или женщину, она не работает. Не нужно никого прощать. Нужно или решать эту проблему с врачами, или уходить. У меня нет других советов. С Елизаветой Шевырковой Башаров познакомился в интернете. Лиза была поклонницей актера с 14 лет. По ее словам, она влюбилась в Марата, увидев его в фильме «Сибирский цирюльник». Вот как. Что же, на дворе есть две старые пушки. О них и будем драться. Повзрослев, девушка решила написать актеру в социальной сети. Она, говорит, даже не ожидала, что Марат отреагирует на ее сообщение. Но Башаров ответил. Правда, только через несколько месяцев. Он пригласил Лизу на свой спектакль. Все тот же. Жениться вам надо, барин. Да любой артист очень любит приглашать. Но играть на зал, в котором есть твои люди, это уже вообще другое состояние актерское. Потому что уже, особенно в таком спектакле, как «Жениться вам над барин», есть вот эти моменты интерактива. После спектакля Марат пригласил Лизу на свидание. Так и завертелось. Пара быстро стала жить вместе. Позже у них родился сын, а потом Лиза и Марат официально расписались. Девушку не отпугнула ни репутация актера, ни история с его бывшей женой. Настолько Марат был очаровательным, что Лиза просто не могла поверить в его агрессивные выходки. Реально талантливый артист. Он симпатичный, он обаятельный. Я думаю, что он очень может хорошо ухаживать, 100%. И большая часть женщин почему-то любит, так сказать, плохих парней. Казалось бы, Марат взялся за ум. Все в его новой семье было хорошо. Супруги постоянно были вместе и на отдыхе, и на работе. Она над ним как над... Я не знаю, как над хрустальным, она все рядышком. Не знаю, я не видел, чтобы он там плохо посмотрел на нее, чтобы он там что-то, ну, там сказали, тем более уж сказал, да. Все вместе, все очень сильно. Они очень хорошо. И вдруг этот скандал с рукоприкладством. Позже Елизавета Шевыркова писала в своих соцсетях, что вспышки гнева у Марата случались постоянно. Она разместила у себя в Инстаграм недвусмысленный рисунок. Это боль и разочарование. Но ничего не менялось. Не хватало сил уйти. Сейчас уже нет смысла скрывать. Так подписала картинку жена Башарова. Просто она не хотела выносить ссор из избы. К тому же было стыдно. Ведь знала же, как актер поступил с предыдущей женой. Но, как и многие женщины, верила, что исправит мужа. Что с ней-то все будет по-другому. В контексте Башарова и в контексте любого мужчины с подпорченным реноме и историями о насилии, скрытых алиментах, доходах, мне хочется сказать, чтобы женщины перестали думать, что до нее все девушки и жены были плохи, а она одна звезда. Я считаю, что женщины, вы должны сделать выводы из того, что за ним закрепился слух, как минимум, о том, что он драчун. Делайте выводы и не позволяйте себе неуважения к тем, кто был до вас. Потому что однажды может оказаться, что и вы получите в нос. Певица Жасмин тоже пострадала от рукоприкладства мужа, бизнесмена Вячеслава Семендуева. Они поженились, когда Саря, это настоящее имя певицы, было всего 19 лет. Именно Вячеслав сделал из нее звезду. Но потом, по слухам, за это же и стал ее поколачивать. По словам певицы, муж захотел, чтобы она сидела дома, а не ездила по гастролям. Даже сейчас я могу сказать больше, что мне и сейчас больно. Но эта боль она никогда в принципе не может уйти. К ней привыкаешь и живешь с ней. Пережить это второй раз я даже боюсь, если честно. Потому что, думаю, не выдержу. Просто физически даже это было страшно. Терпение певицы лопнуло, когда она попала в больницу со сломанным носом и многочисленными гематомами. Тогда Жасмин впервые рассказала о том, что муж поднимает на нее руку. Сам Семендуев все обвинения отрицал. В итоге дело так и не дошло до суда. Жасмин однажды сделала очень большое дело. Она не посмущалась на федеральном канале, на одном из основных шоу, показать свои ушибы, показать лицо избитой женщины и начать бороться против богатого, в тот момент известного в бизнес-кургах мужа. Роза Сибитова уверена, если мужчина хоть раз поднял на женщину руку, он повторит это. Выход один – бежать от такого мужчины и не ждать, когда он изменится. Этого не случится. Когда первый раз он поднял руку, я дала ему шанс, потому что любой мужчина хочет быть прощен. Вот когда второй раз, вот это уже закономерность. И тут, конечно, я бы не стала. Я не стала, в общем-то, ждать, когда произошло второй раз, я развелась. Третий раз мне не надо было, потому что третий раз можно было по крышке гроба уже стучать. До сломанного носа Марат чуть не сломал Лизе руку. Когда же он ударил ее в лицо, девушка схватила их общего ребенка и в ночи убежала к родителям. На этот раз все тоже закончилось разводом. Сегодня Шевыркова, как и Архарова, не хочет говорить о бывшем муже. Мы написали ей несколько сообщений, но в ответ тишина. Мне жаль, что ни Катя, ни вторая его жена не довели это до уголовного преследования, пожалев его или не найдя достаточной сил для того, чтобы это довести до конца. Друзья Марата говорят, что он хочет вернуть Лизу и никаких других отношений не ищет. О чем вы говорите? Не нужно искать никакой другой, потому что он никакой другой не хочет. Он любит свою жену Лизу Шевыркову Башарову и своего сына Марсели. Но недавно разведенного актера заметили в объятиях таинственной незнакомки. В сеть попали снимки актера с симпатичной блондинкой. Получается, Башаров совсем не горюет о жене. Что же происходит с актером? Почему его отношения с женщинами развиваются как под копирку? Приглашение на спектакль, яркий быстрый роман, свадьба, а потом вот такое... и развод. Некоторые винят во всем этом татарские корни актера. Мол, мужчина привык, что все должно быть только так, как он сказал. Марат татарин. И он считает, что женщина – это и есть женщина. Хорошо, что он на нее чадру не одел. Он в крови ревнивый. Поэтому здесь ничего удивительного нет. А ей, молодой хозяйке, казалось, если она накрыла стол красивый, если она расставила тарелочки и салфеточки и приготовила вкусную его любимую еду, то, конечно, она главная в доме, тем более ребенок. Но, скорее всего, проблема намного глубже. Все дело в страсти Бажарова, которая завладела им и которой актеру все сложнее и сложнее управлять. Гнев. Он может проснуться в Марате в любую секунду. Как говорят специалисты, в общении с такими людьми катализатором может стать любое слово. Во время вспышки гнева с любым человеком надо стараться уходить. Не надо включаться в эту вспышку гнева и на агрессию отвечать агрессии. Вы получите еще большую, так сказать, отдачу, да еще больше эффекта. Негативный эффект. То есть это сломанные носы там, да, или черепно-мозговые травмы, или еще что-то более даже серьезное. Но первая жена актера Елизавета Круцко уверяет, что с ней Марат был белым и пушистым. Очаровал ее моментально. Обаянием своим, своим чувством юмора, веселым нравом, веселым... как... говорливостью. Башаров и Круцко познакомились на съемочной площадке фильма «Сибирский цирюльник». 26-летняя Лиза работала там администратором, а 24-летний Марат снимался. Мы проверим. Четыре часа по полуночи, гимнастический зал, из-под дроны. Честь имею. Честь имею. После съемок Лиза и Марат уже не расставались. Они стали жить вместе, хотя официально не расписывались. У пары родилась дочка, которую Башаров назвал редким именем Амелии. Как он ей гордился. Я помню, подарила всего лишь маленькие пинеточки. Он их принял, как золотой подарок. Он прямо так держал их, целовал. Это для моей доченьки. Я так удивилась, думаю, чтобы мужчина так любил ребенка. И вы знаете, он ее любит по сих пор. Амелька для него это все. Ради актера Лиза Круцко даже приняла ислам. Для Марата это было принципиальным шагом. К тому же его мама, которую он очень любил, хотела видеть рядом с сыном только женщину его верой. Ни другая вера, ни тем более актер, меня абсолютно не пугали, потому что я вообще, в принципе, люблю все творческие профессии, люблю все религии. Супруги прожили почти 10 лет, а потом расстались. Но дело было вовсе не в агрессивности актера. У Марата случился бурный роман на ледовом телешоу. Для нашего женского коллектива вы просто герой. Обстоятельства. Несмотря на разрыв, Лиза и Марат не перестали общаться. Круцко продолжает быть киноагентом Марата. И несмотря на то, что вновь вышла замуж и родила двух сыновей, она всегда на связи с бывшим мужем и во всем его поддерживает. Я знаю, что сейчас мы вот с Лизой, может быть, даже стали ближе друг к другу, нежели чем в последнее время. Мы с ней стали как брат с сестрой. Мы с ней даже стали где-то более откровенные, более искренни. Почему же Марат так изменился? Когда гнев взял над ним верх? Может, все дело в характере самих жен Марата? Недаром психиатры говорят, что есть определенный тип женщин под условным названием «жертва». Такие девушки подсознательно выбирают мужчин-тиранов. Но, скорее всего, дело не в том, кто оказывается рядом с Маратом, а в нем самом. С возрастом у всех у нас патологические формы характера заостряются. Они становятся больше. То есть мы потом наблюдаем вот этих воршливых и не держащих гнев стариков, которые уже даже буквально привязываются к людям, что ты не так одет или не так повел, или что ты здесь стоишь и так далее. То есть здесь, тем более, в данном виде психотипа, к сожалению, они всегда правы. Похожего психотипа был актер Михаил Кононов. В молодости он отличался открытостью и обаянием, как и его улыбка. Правда? Вы так считаете? Конечно. Вот это его индивидуальность, детское лицо у взрослого мужчины, это потрясающе. Но с возрастом актер изменился. Вы видите перед собой совсем другого человека. Стал закрытым и агрессивным. От него часто доставалось коллегам по площадке. Он мог довести партнерш до слез. Но больше всего доставалось жене актера. Кононов заставил ее бросить работу. Наталья была манекенщицей. Запретил рожать детей, постоянно ругал ее и тоже поднимал на женщину руку. Но Наталья все терпела. Если бы там, допустим, и я была только с таким же характером, мы бы не ужились. А у меня характера, я отходчивая. К концу жизни актера от славного Нестора Петровича не осталось и следа. Михаил Кононов превратился в старика, который ненавидел весь мир. Он спрятался ото всех в глухой деревне и много пил. Я, может быть, и пил из-за этого позорства заливаю. Пить ему нельзя было. Он кардинально менялся на 180 градусов. Какое свойство навелся? Да, да, он становился такой неуносимый вообще. Ругался матом. Михаил Кононов скончался в 2007 году. Всеми забытым. Жена пережила его на 4 года. Марат Башаров сегодня любимый персонаж желтой прессы. То актеры лишат прав за вождение в нетрезвом виде, то штрафуют за нецензурное оскорбление сотрудника полиции, то пресса пишет о том, что Башаров подрался с Алексеем Ягудиным. Все мы любим отдыхать, тем более русский человек. Марат Башаров, наверное, опять же в сравнении и со мной, и со многими другими. Человек, который... Это человек-праздник. Но не можем мы по-другому. Просто куда это дальше ведет, если границы, вот самое главное. Прославленные фигуристы, знаменитый актер познакомились на ледовом телепроекте и сразу нашли общий язык. Я не люблю сравнивать людей, но мы очень близки с ним по внутреннему состоянию. Это в меру... Одно слово очень русское, хорошее, но не эфирное. Другое, давайте, ну, раздолбай. Да, мы все совершаем ошибки, мы можем где-то что-то сделать не так, как надо. Но вот он из тех людей, которые стараются перевернуть, это как оптимист. Он старается увидеть постоянно все положительное. После телешоу актер какое-то время гастролировал с командой фигуристов по стране. После одного из выступлений Башаров с Ягудиным отправились отметить это дело в ресторан. Рюмка за рюмкой, и Башаров начал цепляться к словам. Ему показалось, что Ягудин что-то не то ему сказал. Давай, давай, давай! Не бой! Не бой, Боня! Мужчины вышли на улицу и начали, как говорится, разборки. Впрочем, сам Ягудин уверяет, что все это было преувеличено журналистами. Ну, пошумели немного и успокоились. Да, в ресторане мы выпивали, ничего страшного в этом нет. Пошли, там кто-то докопался, да, ну, русским языком, говоря, до одной из, по-моему, девушек, которая была у нас. Марат, настоящий, ну, мусульман, джентльмен, пошел, как бы, разговаривать мы все там, да. Никто никого не мордалил. Главная причина проблем Башарова это, конечно, алкоголь. Выпив, он становится совсем другим человеком. От обаятельного мужчины не остается и следа. Потому что те эмоции, которые у человека идут, особенно такого великого артиста, как Мурат Башаров, да, они иногда не имеют контроля. Актера не останавливает даже его вера. Ведь мусульманам употреблять спиртное запрещено. Нельзя вообще пить. Но я грешу. Алкоголь довел до смерти другого популярного актера, Владислава Галкина. Вы знаете, вот есть какая-то, не знаю, я, судьба, верят люди, не верят. Он как-то очень быстро вспыхнул и очень быстро сгорел. Вот как-то было, наверное, предопределено. Вот есть люди, которые могут остановиться, а он не смог остановиться. Казалось бы, все было при Владе. И обаяние, и талант, и слава. Но пьянство день за днем разрушало жизнь актера. Так я не думал, что все может закончиться. Вначале это были временные запои. Потом все чаще и чаще. А дальше жизнь в алкогольной пелене стала для Галкина нормой. Знаете, это болезнь. Это страшная болезнь. Некоторые люди находят все силы обратиться к врачам. Это долгое и трудное лечение. Некоторые люди находят все силы, а некоторые нет. Дошло до того, что Владислав Галкин устроил стрельбу в баре из пневматического пистолета. Актера арестовали. Сам он наутро ничего не помнил. А когда увидел это видео, схватился за голову. На пленке будто был другой человек. У меня эта ситуация, к тебе, если не типична, и чудовищна. Он безумно переживал ситуацию, которая возникла, и в которой он считал себя виновным. Он вот иногда разговаривал со мной, потом вдруг хватался за голову и говорил, как же так, и как я мог, и как, что же теперь будет? В итоге Галкину дали 14 месяцев условно. После этого он просто пропал. Заперся у себя в квартире, не отвечал на звонки и пил, пил, пил. Ощущение того, что он вдруг в какой-то оказался даже немножко в блокаде, повлияло, я думаю, на его психику. Это очень жалко, потому что с такой нервной системой, потрясающе, он мог сыграть еще очень много. Актера нашли мертвым в его квартире в феврале 2010 года. Владу Галкину было всего 38 лет. Говорят, в какой-то момент Марат Башаров осознал свою зависимость и даже хотел лечь в наркологическую клинику. Но потом передумал. А зря. Нет, я не против порядка. Но я не псих. Врачи уверяют, болезнь актера прогрессирует. К тому же он принадлежит к группе народов, которые особенно подвержены воздействию алкоголя. У представителей этих национальностей в организме мало фермента под названием алкоголь-дегидрогеназа. Именно он расщепляет спиртное на воду и углекислый газ. Алкоголизм, который развивается в связи с отсутствием достаточного количества алкоголя-дегидрогеназа, это как из данной экстрелотери вниз в сторону могилы. Каждым разом запой все тяжелее и тяжелее. И даже если вы не пьете, то все равно вы спускаетесь вниз. И каждый следующий запой даже через 5-10 лет может быть последним, понимаете? Пока Марат ничего не меняет в своей жизни. Он верит, что ему простят все его проступки. И ничего ему за них не будет. Но так ли это? После развода Башарова с Елизаветой Шевырковой многие возмущались. Почему с агрессивным и неуправляемым актером продолжают работать продюсеры? Конечно, таланту простить можно многое. Но вспомните, что творится в Голливуде. Когда гражданская жена Мэла Гибсона, россиянка Оксана Григорьева, обвинила актера в жестоком избиении, его не спасли отсюда ни слава, ни деньги. Гибсона приговорили к 3 годам, хотя и условно. Но поведение Башарова долгое время никак не отражалось на его карьере. Он действительно яркий и замечательный актер. Паренек из простой семьи, мать-повар, отец-слесарь-сантехник, пробился на самый верх. Юнкер Палиевский, вольный со двора, явился без замечаний происшествий. Вольно. Марата заметили сразу с первых ролей. Сибирский цирюльник, свадьба, а когда он снялся в роли насильника в фильме Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок», пришла настоящая слава. Пропустите. Что вы на меня так смотрите? Любуемся. Мы вами любуемся. Он попал в хорошие режиссерские руки. Ворошиловский стрелок, режиссер Говорухин, теперь режиссер Александр Мита, «Граница таежный роман», Ольга Будина «Партнерша». Ну как тут не сыграть? А еще и он красавец. Ну правда, здорово я придумал, а? Я тебя украду, и ты поедешь к маме. Дурак. С тех пор актер снимался без перерыва. Практически ни одна громкая кинопремьера не обходилась без участия Башарова. К 40 годам в его фильмографии уже было 70 картин. Я, наверное, считаю, уверен в том, что в большей степени везунчик, потому что мне очень здорово в жизни повезло, но, как говорится, везет сильнейшим. Вот. Поэтому наверное, счастливый труженик, так скажем. Вот. Поэтому, ну, все-таки в первую очередь везение. Но сегодня везение актера закончилось. Похоже, с ним больше не хотят работать. В последнее время Башарова почти не видно и не слышно. последняя работа в кино у него была только в 2017 году в фильме «Движение вверх». А ты что, его защищаешь опять? Защитник бренов. Он же нас за собой на дно потягивает. Причем роль далеко не главная. Возможно, продюсеры просто опасаются заключать с Башаровым контракты из-за его вспышек гнева. Как показала практика, вот это долгое нежелание и противопоставление себе в себя определенному артистическому истеблишменту нанесло, на мой взгляд, непоправимый ущерб его репутации. Он гораздо меньше стал сниматься, гораздо меньше к нему стали обращаться за ведением передач. Не просто все у Башарова и на театральной сцене. Он появляется в «Антрепризе» дай бог раз в месяц. Господи, вот ведь мудреные задачи задаю себе каждый день не спать после обеда. Хуже ситуация только у Алексея Панина. Он полностью разрушил карьеру и, можно сказать, даже жизнь. Да я-то не нервничаю, я спокоен. Это ты нервничать должен. Некогда успешный актер упоминается сейчас только в связи с какой-нибудь очередной выходкой. То устроит дебош в ресторане, то пойдет гулять по улице в женском белье, то обматерит зрителей со сцены. Вот эти люди, которые себя там и которые должны быть на службу и на чашку они все и они А вляпывается актер в скандалы прежде всего потому, что очень много пьет. Как и в случае с Башаровым, в такие моменты Панину, говоря простым языком, просто срывает башню. Он уже не ведает, что творит. В моей жизни было все, но чтобы спать на улице на асфальте меня еще не было. Сколько раз я думал о том, что я могу сейчас выпить и остановиться. Не получается. поэтому я прекрасно понимаю, что сейчас пройдет время, я, естественно, захочу выпить. Я прекрасно понимаю, что не будет со мной чудес. Неудивительно, что все режиссеры отвернулись от Панина. Никто не хочет с ним работать. Последняя роль Алексея была в 2014 году в фильме «Гена Батон». После этого сплошная тишина. Вот это вот изъято из вашей машины. Слепому видно, что это героин. В интернете пишут, что продюсеры программы «Битва экстрасенсов» на ТНТ, где Башаров работает ведущим уже 10 лет и, по слухам, за каждую съемку получает до полумиллиона рублей в раздумьях. Оставлять его в роли ведущего или найти другого артиста с нормальной репутацией. Но, как говорят участники телепроекта, это неправда. На съемках Башаров ведет себя идеально. На битве, да, у него не было ни в пыше днева, ни какие-то звездные болезни вот этого. Поэтому, я думаю, если бы он там себя вел, так, как пишут эти желтые прессы, может быть, они его и давно бы не брали уже. Но он там очень прекрасно себя ведет. Но дело же не только в поведении актера на площадке, но и в том, как он ведет себя за кадром. Амарат вновь вляпался в скандал. Он дал интервью журналисту Борису Соболеву, где намекнул, что участникам программы подсказывают ответы за деньги. Это чисто сарказмом сказано. Когда человек выглядел, когда тебе постоянно говорят, тебе проплатили, тебе проплатили, он сказал, да, ну, конечно, кто ему даст миллион? После выхода интервью в эфир Марат поступил, как обычно, разозлился. В гневе он записал видеообращение к Соболеву, где заявил, что с журналистом он, дескать, вообще не знаком, а интервью подлог. Я вас презираю. В ответ журналист опубликовал видео, на котором четко видно, что Марат Башаров разговаривает именно с ним. Нехорошо доводить себя до состояния, когда о реальных событиях вы не помните, а черти и экстрасенсы наоборот кажутся вам реальностью. В то, что Марат Башаров изменится, уже мало кто верит. Недавно актеру исполнилось 45 лет. Самое время начать вести себя по-другому, ведь на кону не только репутация актера, но и жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok